Как у нас обычно в жизни происходит? Начинаем какое-то новое дело. Попробовали два раза, не получилось. И делаем вывод. Этого достичь нереально. Вот именно об этом я сегодня и хочу поговорить. Всем доброго и очередного утра с Андреем Тихоновым. Сегодня, дорогие и уважаемые мои подписчики, коллеги риэлторы и переговорщики, мы завершаем с вами разбор книги «Анатомия заблуждения», направленная на изучение критического образа мышления. И сегодня мы разберем заключительные два мифа. Это экзорцизм и экстрасенсы. Ну давайте по поводу экзорцизма поговорим. Что такое экзорцизм? Это изгнание нечистой силы из человека. В христианстве говорят, что в человека вселился бес и нужно его срочно изгонять. И есть определенного рода ритуалы, как это все необходимо делать. Но при этом сама церковь экзорцизм не одобряет. Есть очень маленькое количество священнослужителей, которые этим занимаются. Но это прям, я так скажу, своего рода избранные люди. Это прямо нужно уметь. Это прямо нужно знать, с чем этот священник может столкнуться. И огромное количество есть таких историй, где неопытные священники брали, что-то делали, пытались изгнать бесов, но при этом делали еще хуже. А есть истории, где опытные священники делали, изгоняли бесов, а потом эти бесы нападали на них. Вот здесь, опять же, мы возвращаемся к тому, что Никита говорит, что он неверующий человек, что он атеист. И поэтому с ним разговаривать вот об этом экзорцизме, ну, наверное, занятие неблагодарное. Я единственное, что хочу сказать, что читая огромное количество разных религиозных книг старцев, Игнатиев Бринчаниновых, Иванов Кронштадтских, Ивана Лествичника, много-много-много других, перечислять всех не буду. Для них, для всех, вселение бесов человека не является чем-то таким, знаете, неожиданным. И они утверждают, что бесы существуют, и они искренне могут вселяться в человека и править им, дергая за его ниточки. Никита все вот эти вещи описывает, якобы доказанные всякими психиатрами и психологами. Поэтому, скажу так, вселение бесов, я лично считаю, что существует. Я лично уверен в том, что есть люди, которые могут изгнать бесов. Об этом описано в Библии, что Иисус Христос мог изгонять бесы. Но также я согласен и не буду спорить, что это дано абсолютно не каждому человеку. И я более чем уверен, что процентов 95-98 людей, которые занимаются изгнанием бесов, все-таки является неправдой. Потому что то, что мы называем изгнанием бесов, это определенного рода ритуал. И вот чтобы этот ритуал был действенным, мое личное мнение, человек должен быть свят. Чтобы те молитвы, которые читаются в этом ритуале, шли действительно от Всевышнего, а не от дьявола. Ну а теперь в завершении давайте поговорим об экстрасенсах. Не знаю, рассказывал я эту историю, либо не рассказывал. Да рассказывал в одном из видео. Когда мне было где-то 21, 22, 24 года, вот в этот период времени, я все пытался открыть свой бизнес, у меня не получалось. И кто-то мне сказал о том, что на меня наведена порча. И вот я начал ходить к одной бабушке, к другому дедушке, там что-то на воск. Да, да, рассказывал. На воск вылили в зеркало, посмотрели. Там что-то сделали, судьбу какую-то предсказали. Тут порчу увидела какая-то женщина, что мне наняла какая-то другая женщина, потому что она там что-то позавидовала. И я сидел, и вот это все слушал, слушал, слушал. В конечном итоге шел, платил деньги. Но мой бизнес почему-то не открывался, ничего не работало. А потом раз, вот так вот приключилось, и бизнес заработал. И я стал задумываться, а почему этот бизнес заработал? А как так получилось? Начал проводить, грубо говоря, исследования самого себя. И я пришел к определенного рода выводу. После того, как я перестал ходить к этим экстрасенсам, а начал просто-напросто упорно работать, мой бизнес пошел. То есть получается, что мне не экстрасенсы помогли, а просто лошадиный труд. 24 на 7 несколько лет подряд. Привели меня к хорошим результатам. Вот вам и, пожалуйста, моя личная история обращения к экстрасенсам. Поэтому я считаю на 99 процентов, что это чистой воды неправда. Но 1 процент меня смущает. И смущает он следующее. Но ведь существуют же люди, которые там помогают кого-то найти. Там полиции, допустим. Ну, тоже бывает, обращается полиция, давайте не будем это отрицать. Еще какие-то вещи. Как это происходит? Вот в этом у меня объяснений нет. Я не беру, конечно, ту самую передачу экстрасенсов, потому что это все-таки развлекательная, наверное, больше передача. Я очень сильно сомневаюсь, что там какие-то были действительно реальные экстрасенсы. Но вот этот 1 процент, он все равно оставляет у меня долю сомнений. Ну вот, дорогие и уважаемые мои коллеги, риэлторы, переговорщики и дорогие подписчики. Мы с вами разобрали книгу «Анатомия заблуждения». Мы с вами поговорили о когнитивных искажениях. Мы с вами поговорили о том, как нам доставляется информация, как мы ее обрабатываем, эту информацию. И главный вывод из этой книги я сделал следующий для себя. Не стоит верить всему тому, что тебе говорят. Но это и не говорит, что ты должен быть неверующей Фомой. Это говорит о том, что любую информацию, которую мы с вами получаем, ее стоит перепроверять. Как, допустим, вот на этом самом примере. Никита полный атеист. И он рассматривает разного рода какие-то религиозные обряды и действия через призму лохотронства. Он в них не верит. А я, человек, причастный к этому, верю. Кто из нас прав? Я не знаю. Он считает, что он. Я считаю, что я. Но его вариант гораздо проще, чем мой. Что он говорит? Я не верю и все. А у меня уже более 20 лет практики изучения христианской религии. И я имею в виду именно через практику, через посещение святых мест, чтение литературы, собственной молитвы, собственного анализа своей жизни, общение с огромным количеством людей. Я убежден, что наш какой-то там загробный, параллельный мир, иной мир, он действительно существует. Каждому свое время, когда он придет к Богу. Но это очень хорошо, когда мы приходим к Богу через радость, а не через боль, как это обычно происходит. Потому что, когда люди понимают, что кроме Всевышнего им никто больше помочь не может, тогда они сразу начинают искать пути к тому Всевышнему, которое мы своим здравым умом понять не можем и своим языком объяснить не получается. Но сразу хочу сказать и согласиться с Никитой в следующем, что не каждая церковь церковь и не каждый верующий верующий. Поэтому на все то, что нам рассказывают о религии, тоже необходимо смотреть через призму критического образа мышления. Надеюсь, уважаемые дорогие мои подписчики, коллеги риэлторы, переговорщики, вы смогли взять пользу из моего пересказа этой книги. Если кому-то этого было недостаточно, вы всегда можете приобрести эту книгу. Я ее очень рекомендую вам и изучить ее самостоятельно и более глубже. А на сегодня все. С вами был я, Андрей Тихонов, эксперт в области переговоров. Спасибо вам, дорогие мои подписчики, что вы меня смотрите, за ваши лайки, за ваши комментарии, которые я с огромным удовольствием читаю. Если это видео было для вас полезным, ставьте вот такой смайлик и подписывайтесь на наш телеграм-канал. А самое главное, берегите себя. С Богом! Субтитры сделал DimaTorzok